30 лет наше государство во главе со своим национальным лидером Александром Лукашенко идет по пути независимости и суверенитета. Но вспомните, какое наследие досталось первому президенту Беларуси серая экономика, дефицит самого необходимого, немыслимая инфляция – 2000%. Страна реально находилась на краю пропасти. Именно в такой ситуации Александр Лукашенко взял на себя огромную ответственность перед белорусским народом. Чтобы купить килограмм круп или чулки-носки, не говоря уже о более крупных товарах, обязательно нужно было предоставить талон. Сейчас молодому поколению в это сложно поверить и сложно представить. Тот, кто жил в начале 90-х, прекрасно помнит, как нелегко было. Промышленность практически не работала, везде огромные очереди. Отвести народ от пропасти. Люди согласились с идеями Александра Лукашенко и избрали его своим лидером. Этот мост на Королево в Могилеве давно привычный путь для жителей Заднепровья. Но не все помнят, что мост этот был долгостроем. Александр Лукашенко пообещал его достроить и сделал это. Вот они, редкие архивные кадры из далекого 1995-го, когда даже пленка была в дефиците. Открытие моста стало символичным событием. Жизнь снова набирает обороты, уходит от запущенности, безхозяйственности. Для жителей Могилева это было эпохальное событие. Очень многие сюда приходили. Но это приходили во время открытия, те чувства, которые у них были, они были непредаваемы. Но все, мы потом поняли уже, когда гости уехали, и мы стали перемещаться по этому мосту, насколько стало проще добраться с одного конца города в другой. И всегда теперь, проезжая по этому мосту, каждый могилевчанин с благодарностью вспоминает нашего главу государства за то решение, которое он принял. А это улица Ленинская. Узнаете? Вот так она выглядела чуть более 20 лет назад. Просто сравните, что было и как стало. Разрушенные исторические здания, интенсивное движение транспорта по разбитой дороге без тротуара. А сегодня это знаковое место города, один из его исторических центров. Это был город, где в свое время была и ставка царя. Это был тот город, в котором собирался цвет науки, культуры, культурной столицы. Поэтому я думаю, что абсолютно верное решение. И сейчас нет предела совершенству. И сегодня эта улица преображается от дня ко дню. Я думаю, что благодаря таким решениям у нашего города есть и историческое прошлое, которое мы сохраняем и приумножаем, и будем передавать своим детям. Ну и, конечно, есть и будущее. А на этих архивных кадрах то, как выглядел пищеблок областной больницы – одного из самых больших медучреждений Могилевщины. Поэтому в свое время было принято конкретное решение – вывести организацию питания пациентов на достойный уровень. Наш пищеблок оснащен самым современным оборудованием. Поэтому все технологические процессы соответствуют стандартам современного мира. Все наше диетическое питание готовится на специальном современном оборудовании. Представители старшего поколения еще помнят, как несколько десятилетий назад выглядел дворец архиерея Георгия Канисского. А вот для молодого поколения это здание давно как с открытки. Уже выросло целое поколение белорусов, которые и не представляют этой площади без ратуши. А мы напомним, что в послевоенные годы не подлежащую восстановлению ратушу взорвали. А уже в новейшей истории суверенной Беларуси вернули. На этих кадрах президент Александр Лукашенко закладывает капсулу потомкам в фундамент памятника архитектуры. Когда ратушу восстановили, то все могилевчане это восприняли с огромным удовлетворением, потому что с огромным удовольствием вернулись в историческую память, в историческое прошлое. Мы знаем из истории, что на этой площади было, какие события здесь происходили. И поэтому это историческая справедливость. Много и долго можно рассказывать и про современный парк в Подниколье. А ведь уникальная достопримечательность – лестница с самым большим каскадным фонтаном в Беларуси – выросла на месте многолетних зарослей диких кустарников и борщевика. Подобных примеров множество в городах, райцентрах, агрогородках. А ведь каких-то 30 лет назад Беларусь была на грани исчезновения, разруха и обнищавшие люди, у которых порой не было денег на элементарное – хлеб и молоко, так как зарплата выдавалась не вовремя и не вся. С избранием Александра Лукашенко надежды на лучшее стали воплощаться в реальную жизнь. Сегодня Беларусь – это знание мирового уровня технологий, инноваций и все условия для развития человеческого потенциала.